Я читаю главу 9. Я начал говорить третью притчу о праведных и избранных. Будьте блаженными вы, праведные и избранные, ибо жребий ваш будет славен. И праведные будут жить в свете солнца, и избранные в свете вечной жизни. Дни вечной жизни их не кончаются, и дни святых бесчисленны. И они будут искать света и обретут правду у Господа духов. Мир будут иметь праведные у Господа мира. И после этого будет сказано святым, чтобы они искали на небе тайны справедливости и наследия веры, ибо оно стало ясно, как сияние солнца на земле, и мрак исчез. И непрекрашаемый свет будет существовать, и дни, в которые они будут жить бесчисленны, ибо мрак заранее будет уничтожен, и силен будет свет пред Господом духов, и свет праведности будет силен вовек пред Господом духов. И в те дни очи мои видели тайны молнии и массы света, и их правду. И они блестят для благословения и для проклятия, кто желает этого, как желает этого Господь духов. И там я видел тайны грома, и слышал, как раздается глаз его, когда он гремит вверху на небе. И они, ангелы-проводники, показали мне места жилищ на земле и глаз грома, как он служит для благополучия и благословения, и для проклятия, по слову Господа духов. И после этого мне были показаны все тайны масс света и молний, как они блестят для благословения и для насыщения.